На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Что сделать, чтобы вся моя семья обратилась ко Христу? Чаще всего, когда мы говорим о обращении человека, мы, конечно, имеем в виду обращение от проповеди. И, в общем-то, это действительно так. Невозможно поверить, не услышав. Соответственно, чтобы услышать, нам необходим проповедующий. Это логика апостола Павла. Соответственно, обычно мы таким образом смотрим на вопрос обращения близких. То есть начинаем систематически рассказывать им все то, что знаем о христианском учении, засыпать их по всякому поводу и без соответствующего рода картинками в социальных сетях, высказываниями святых отцов и подвижников благочестия и делать другие удивительные вещи. С одной стороны, конечно, как стратегия такой подход возможен. Но Евангелие говорит нам о несколько иной логике. Мы слышим, как Христос говорит своим ученикам в Евангелии от Матфея. «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». То есть мы видим, что, конечно, в глобальном смысле слова дело проповеди – дело исключительно важное. И Христос отправляет апостолов с тем, чтобы весть о наступлении Царствия Божия достигла каждого человека. Но когда мы говорим о Малой Церкви, то здесь мы должны совершенно четко иметь в виду, что для нее, для семьи, конечно, более приемлемой является такого рода стратегия. И те слова Христа, которые он говорит в данном случае. Пример личный, пример от собственного благочестия, причем являемого не столько и не только в его узкоцерковных формах. То есть благочестие как формат молитвы, поста, аскетических практик и других подобного рода вещей. А благочестие в предельно общем смысле слова. Наше добросердечие, наша мягкость, наше ровное отношение ко всем людям и другие подобного рода вещи скорее склонят сердца наших близких к принятию Христа Воскресшего, чем, возможно, наши самые тонкие, изощренные и богословски выверенные проповеди. При этом в качестве маленькой ремарки хочу заметить, что обращение наших близких все-таки далеко не всегда зависит как от уровня нашей теоретической подготовки, так и от практики нашего деятельного благочестия. Мы знаем ряд примеров из жизни праведников, когда эта праведность не повлияла решающим образом на их близких. Мы можем привести здесь примеры древние, например, того же самого пророка Самуила, который, с одной стороны, был одним из ярчайших праведников истории Израиля, с другой стороны, у него выросли такие дети, относительно которых народ израильский к еще живому Самуилу пришел с петицией, что когда ты умрешь, мы не хотим, чтобы они правили нами, потому что они не таковы, как ты. Точно так же мы можем привести примеры и из самой новой истории, вспомнив того же самого преподобного Серафима Вырицкого, который сам, безусловно, являет обращик веры и благочестия, но при всем при том мы знаем, сколь сложная была история жизни и религиозных поисков его детей, один из которых, например, из православия уйдя и перейдя в иную конфессию, в православие так и не вернулся, при том, что его отец был, безусловно, религиозным авторитетом для огромного количества населения на тот момент времени и, безусловно, светочем веры для всей страны. Поэтому, с одной стороны, да, хорошо и правильно свидетельствовать добрым словом и соответствующим делом перед своими близкими, с другой стороны, понимать, что отношение каждого человека с Богом это тайна, осуществляемая в его душе, и все, что мы можем здесь сделать, это только некоторым образом постараться подготовить эту встречу человека с Христом. Как она произойдет, будут знать только эти двое. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.